Санкции против Владимира Потанина. Что будет с акциями Норильского Никеля? Приветствую вас, меня зовут Александр Иванов, я автор проекта Финсоветник. Акции Норильского Никеля мы с вами сегодня обсудим. Обсудим по двум причинам. Причина первая, это ваши запросы из комментариев. Несколько дней назад поступил запрос на Норильский Никель. Несколько лайков собрал. Традиционно благодарю всех, кто пишет комментарии с пожеланием по темам. Ставит лайк и подписывается на канал. Стараемся ваши пожелания учитывать при записи новых видео. Ну и вторая причина новостная. Сегодня днем стало известно, что Великобритания вводит санкции против ряда российских бизнесменов, включая Владимира Потанина. Владимир Потанин имеет большой пакет акций Норильского Никеля. Не контрольный пакет, но больше трети компании ему принадлежит. И понятно, что решение в Норильском Никеле довольно сильно зависит от Владимира Потанина. И, конечно, сразу возникает вопрос, что будет с акциями Норильского Никеля. Вот. Тем более, что мы с вами месяц назад обсуждали Северсталь. И там введение санкций против этой компании тоже горно-металлургического сектора вылилось в обвал акций. Тогда Северсталь за неделю обвалилась на 30%. Ну и вот вопрос тогда, Норильский Никель сегодня показывает минус 3%, да, не начал ли это к тому, что сейчас будет там минус 3, минус 5, минус 10, минус 20, минус 30. Ну вот, как было у Северсталя в следующие несколько дней после анонса санкций. Ответим на эти вопросы. Начнем с первого вопроса. За что были введены санкции против Владимира Потанина? Ответ довольно забавный. Великобритания ввела санкции в связи с приобретением Росбанка. Что здесь забавного? Когда Владимир Потанин приобретал Росбанк, он приобретал его у французской банковской группы Societe Generale. Получается, что когда французы владели российским банком, у британцев вопросов не было. Когда российский бизнесмен купил российский банк у французов, ну вот это ай-яй-яй, за это, за покупку такую надо санкции ввести. В общем, максимально странно и максимально забавно смотрится. Теперь перейдем поближе к акциям Норильского Никеля. Давайте обсудим санкции. Важно подчеркнуть разницу между санкциями, которые были против Северстали и Мордашова, и тем, что сейчас против Потанина. Значит, против Северстали и Мордашова были санкции и против компании, и против контролирующего акционера Мордашова. В случае с Потанином и Норильским Никелем санкции только против Потанина. Санкции против Норильского Никеля анонсировано не было. Следующий важный момент. Санкции бывают от разных стран. Какие-то санкции, конечно, нас не особо интересуют. Например, когда Австралия какие-нибудь санкции вводит, ну, пускай себе вводят куда угодно, кому угодно, за что угодно. Нас не колышут, они там так далеко находятся, что у нас связи торговых с ними почти нет, и пускай там развлекаются, как хотят. Вот, интересуют же обычно санкции со стороны Евросоюза, США, Великобритании, ну, может быть, Канады, да, вот это основные и торговые партнеры, и крупнейшие экономики мира, вот, ну, там, конечно, Китай, да, еще тоже крупнейшая экономика мира, но Китай, это понятно, что санкции никаких не вводят. Именно среди западных стран вот эти четыре пункта. И вот, если посмотреть, то санкции против Северстали были американские блокирующие, это, пожалуй, самые жесткие санкции, потому что они устраивают гонения на компанию не только в США, но и, так сказать, да, там запрещают вести бизнес этой компании, в общем, по всему миру гонения на компанию начинаются. Здесь же санкции только против Потанина, а не против компании, и на данный момент только британские. Следующий вопрос, были ли до этого санкции против Потанина? Вопрос довольно важный, потому что, собственно, от 24 февраля прошло уже 4 с лишним месяца, и Великобритания только сейчас объявила о санкциях против Потанина, при том, что до этого основной, так сказать, санкционный поток был в районе марта-апреля. И вот, если посмотреть, то до этого санкции против Потанина вводила Канада, то есть ни американских, ни европейских санкций против Потанина не было, были только канадские, и были они в апреле. И здесь видно, что скорость введения санкций против Потанина довольно низкая, то есть только там в начале апреля ввела Канада, сейчас в конце июня Великобритания, никаких серьезных европейских или американских санкций против Потанина так и нет. В отличие от, ну скажем, там, не знаю, Виксельберга, который там под американскими санкциями уже несколько лет, Фридман, который там собрал санкционные комбо санкции Евросоюза, Великобритании в том числе. То есть Потанин обошел самые такие страшные, так сказать, санкции. С чем это связано? Очень хорошо видно, что западные страны вводят санкции против тех, ну как бы, кто владеет какими-то банковскими активами, да, ну там Фридман, например, ну, значит, там Альфа-Банк, Альфа-Групп, там X5, что-то еще, но не против тех, кто владеет какими-то важными сырьевыми компаниями. Ну вот для примера возьмем Михельсона, да, он тоже получил вместе с Потанином канадские санкции в апреле, британские санкции Михельсон получил тоже в апреле, но тоже, опять же, нет санкций американских или санкций Евросоюза. Почему? Ну потому что Михельсон это новотек, это газ, а в общем-то видно, что европейские страны не могут наложить эмбарго на российский газ, потому что замещать нечем, и поэтому и санкций тоже особо как бы не было. То есть санкции где-то как-то добрались, вот, но сам новотек под них не попал. Там Польша что-то пыталась на новотек наложить, вот, ну в одностороннем порядке, но Польша это уже делала, потому что они отказывались от российского газа, отказались платить за него в рублях, искали другие источники, но условно там Германия, Италия, ну, так сказать, да, действительно тяжеловесы Европы, европейской экономики, европейской политики, они перешли на, значит, оплату газа в рублях, и санкции не могут наложить по газовой теме, потому что тогда откуда газ брать, если будет какой-то эмбарго. В случае с Норильским никелем кажется очень похожая ситуация. Тут может кто-то сказать, что вот, значит, Канада, смотрите, ввела санкции на Потанина, Великобритания ввела, ну сейчас Евросоюз ведет, американцы введут, и опять тоже будет под всеми санкциями, то есть, что мы говорим тут про Великобританию, Евросоюз тоже ведет, американцы тоже ведут. Не так просто их ввести, потому что Норильский никель это один из основных игроков на рынке, на мировом рынке никеля, и, что даже может быть более важно, палладия. Например, по палладию Норильскому никелю принадлежит 40% доля в производстве, да, на мировом рынке. Это очень большая доля. Нельзя просто так высадить, да, там, Норильский никель с этого рынка, введя против него санкции. Кто-то, так сказать, будет это все добывать и, так сказать, поставлять. Поставлять кому? Поставлять автомобильной индустрии, потому что 80% добываемого палладия это автомобильная индустрия. И, так сказать, переход на электромобили не особо спасет, потому что в электромобилях нужен никель. Получается такая забавная ситуация, что Норильский никель это ключевой игрок на рынке никеля и палладия. Никель электромобили, палладий автомобили, и попробуйте обойтись без этих ресурсов. И как раз видно, что когда вот только начались известные события, цены на никель, например, на фоне опасений, что сейчас будут санкции, что из России не будет поставок никеля, резко взлетели. Посмотрите, они там взлетели примерно в 4 раза. Там была остановка торгов на лондонской бирже по никелю. Там транзакции на несколько миллиардов долларов, это там беспрецедентная история, были пересмотрены на бирже, биржевые транзакции. Некоторые крупные фонды без штанов остались на резком взлете, потому что еще и шорт-сквиз произошел. Ну и те, кто в шарте стояли, понятно, что все, вот, да, взлет в 4 раза, шартисты до свидания, шартисты без штанов бегут голыми по улице, потому что все, денег больше нет после такого взлета. Вот, и это без санкций такое произошло. То есть это на опасениях, что Норильскому никелю не дадут свою продукцию поставлять. Представьте, что будет, если действительно Норильскому никелю запретят поставлять продукцию, перестанут покупать. Ну окей, перестанут, ну куда-нибудь еще будем поставлять, а другие компании будут искать, где найти важнейшие ресурсы. Вот, например, Volkswagen еще в декабре анонсировал вот эти вот проблемы, да, проблемы на десятки, проблемы, требующие десятков миллиардов долларов, потому что как раз тогда еще, уже тогда цены на ресурсы, на никель, на палладе подрастали довольно сильно. И уже тогда возникли проблемы, так сказать, затраты сильно выросли. Volkswagen попытался устроить какую-то движуху в Азии, это вот уже мартовские новости, то есть проинвестировать много денег в Азии, там совместное предприятие, чтобы там добычу настроить, чтобы настроить поставки. Но, как вы понимаете, это довольно длительный процесс, они не смогут так быстро заместить поставки. То есть ситуация такая же, как с российским газом, то есть получается на самом деле, что вот эта история с санкциями, она не только бьет по России, она бьет по обеим странам и по западным странам тоже, да. Ну, например, по России ударило по авиаотрасли наличие санкций, когда запретили поставку в России комплектующих, да, там запчастей, это, конечно, большой удар по отрасли. А если европейцы эмбарго наложат на продукцию норильского никеля, они у себя тоже получат вот такой вот пламенный привет, и тогда куда улетят цены на аккумуляторы, на автомобильные электромобили, ну, как бы непонятно. Там и так проблемы с инфляцией довольно большие, и в США, и в Евросоюзе они тоже, кстати, чуть ли не больше, чем в США. Вот, куда они получат рост цен в таком случае, ну, тут уже довольно трудно прогнозировать. Именно поэтому, на мой взгляд, довольно небольшие шансы, что норильский никель подпадет под какое-то сильное эмбарго, ну, и что, кроме Великобритании, ну, которая в меньшей степени зависит, да, или там Канада еще в меньшей степени зависит, что тут именно США и Европа, где много автомобильных и электромобильных производителей, которым нужны эти ресурсы, которым не нужен вот такой вот всплеск на рынке никеля и палате, в общем, шансы малы, что они присоединятся к санкциям, это одна из причин, почему этих санкций давно не было. Обычно первыми заруливают, так сказать, американцы в плане санкций, а они потанены санкциями ничего никак, потому что просто понятно, что это приведет к хаосу на рынке. Что же тогда влияет на акции норильского никеля? То есть, что же будет влиять? Почему тогда акции норильского никеля упали? То есть, почему мы видим акции норильского никеля на значениях, где они были в середине 2020 года? Ну, здесь есть несколько других факторов. Первый фактор в дивидендных отсечках. Норильский никель в июне дивиденды платил, в январе дивиденды платил, то есть, за полгода, да, это годовые дивиденды, две полугодовых отсечки, вот, но, собственно, за последние шесть месяцев было две отсечки почти на 3000 рублей. Если прибавить к текущим, там, 17-700, почти 3000, выйдет, там, 20, ну, 20,5 примерно такой порядок, да, и если норильский никель вот до вот этих дивидендных отсечек, представим, по 20500 рублей, то это примерно те значения, которые, ну, вот, были в районе декабря, да, которые были не так давно. То есть, по сути, норильский никель, да, если там инвестор купил, ну, скажем, где-нибудь, там, в середине или в начале зимы, сейчас этот инвестор был бы, ну, скажем, с относительно небольшим минусом. То есть, это даже близко не похоже на какой-нибудь, там, обвал акций Сбера, на обвал акций Газпрома, Новотека и других компаний. То есть, норильский никель довольно бодро выдержал вот этот обвал на российском рынке акций. Вот, ну, и дивидендные отсечки здесь тоже прошли. Вот, что, так сказать, повлияло на падение акций, да, почему все-таки акции норильского никеля не там, где они были, ну, скажем, на пике зимы, почему они там не по 20 тысяч торгуются, не по 23, это то, что цены на ресурсы, на никель и на палладе все-таки несколько снизились. Вот график цен на никель. Мы с вами видим вот такой вот взлет и мы с вами видим вот эту коррекцию. То есть, цены откатились на значение, ну, скажем, января 2022 года. То есть, вернулись обратно цены после взлета, но при этом понятно, что, условно, российские акции получили больше дисконт, да, сейчас по сравнению с теми ценами, по которым они торговались в январе. Дисконт к оценке, ну, опять же, из-за вот этих вот сильно увеличившихся политических рисков. Еще один немаловажный фактор, это, конечно, довольно сильное укрепление рубля. То есть, мы видели доллар по, там, 75, сейчас доллар, там, 50 с небольшим. То есть, курс валюты упал в полтора раза. Норильский никель, который довольно много поставляет продукции на экспорт, довольно сильно зависим от курса валюты, потому что они там продают где-то за рубежом, получают валюту, затем валюту конвертируют в рубли. И получится, что в рублевых показателях они могут, вот, просесть, по сути, в полтора раза, ну, к значениям, скажем, того же самого января, когда цены на продукцию были примерно такими же. И вот это, пожалуй, и есть ключевой фактор, да, неочевидный. Не то, что, там, знаете, санкции, какие-то ограничения или что-то еще, а вот именно укрепление рубля в большей степени враг норильского никеля в данной ситуации. Если мы говорим о вопросе, каковы перспективы норильского никеля, то они, на мой взгляд, от санкций мало зависят, потому что, опять же, вряд ли, там, Евросоюз будет, так сказать, сам, опять же, такой взлет акций, взлет стоимости никеля или паллади устраивать, вводя какие-то эмбарды. Скорее всего, задавать тонн в первую очередь, ну, конечно, будут и цены на ресурсы, но тут, так сказать, цены не особо как-то колеблются, да, поэтому здесь, в общем-то, все более-менее стабильно. А вот, конечно, валюта будет задавать тонн. Если мы с вами увидим продолжение доллара по 51, то есть, если будет, там, доллар 51-52, тогда, скорее всего, прибыль норильского никеля, свободный денежный поток довольно сильно просядут. И тогда, конечно, акции норильского никеля по текущим, там, 17-18 тысячам могут не остановить свое падение, могут уйти, ну, скажем, там, тысяч на 14-15, то есть, могут уйти, вот, да, на, так сказать, цены такой предыдущей эпохи, цены, например, 19-го года. То есть, в целом, в рискованном сценарии падение вот куда-нибудь сюда, давайте здесь нарисую такую вот горизонтальную линию, вот, падение куда-то вот на такие значения, оно возможно, если доллар будет продолжать по таким низким значениям торговаться, да. Другое дело, что сейчас есть вполне себе четкий посыл от финансовых властей России, что слишком сильно укрепился рубль, и, условно, будут, наверное, какие-то меры разрабатываться, чтобы, так сказать, как-то ослабить рубль, как раз, чтобы экспортеры получали деньги, потому что от экспортеров и от их доходов зависит и бюджет, это и налоги разного рода, и сборы, тарифы, пошли, ну, в общем, все вместе, это большая часть доходов бюджета. Остаться без нее не хочется, поэтому, если будет ослабление рубля хотя бы на район 70, то тогда, конечно, норильский никель будет иметь отличные шансы вернуться в диапазон 20 тысяч плюс, ну, вот, условно, при долларе, там, 70 плюс рублей для норильского никеля справедливая, конечно, оценка где-то тысячи в 22 за бумагу. Не так высоко, как, например, цены были в мае 21 года, тогда и ресурсы подороже стоили, и другая политическая обстановка, поэтому, конечно, какой-то дисконт к тем значениям возможен, вот, но не сильно большой дисконт, потому что без никеля и палладия мировым рынкам никуда не деться. Ну, и, пожалуй, еще один риск отмечу, да, риск может быть в том, что норильский никель, если будет такое сильное укрепление рубля или какие-то дополнительные санкции, может, конечно, отменить дивиденды, приостановить их выплату, такие риски тоже можно рассматривать, но тут все будет зависеть от обстановки и от развития событий. То есть, сейчас норильский никель выглядит такой ситуацией, где однозначно четкий прогноз по стоимости акции дать нельзя, потому что многое зависит от курса рубля. Если предположишь, что доллар так останется 51-52, да, норильский никель, там акции могут упасть, но, учитывая, что бюджет от этого сильно зависит, скорее всего, будут стараться увести наверх курс валюты, и тогда норильский никель может восстановиться, ну, вот такие реалистичные прогнозы, это где-то 21-22 тысячи рублей за акцию. Я здесь ставлю именно на второй вариант, я думаю, что ближе к концу года будут постепенно какими-то мерами, валютными интервенциями или чем-то еще, да, изменением валютных ограничений будут стараться власти финансовые ослабить рубль, и тогда норильский никель, я думаю, что может постепенно восстановиться. Такой вот прогноз, сбудется он или нет, мы с вами увидим в ближайшие месяцы, я думаю, что здесь я не даю прогноз там на месяц или на неделю или на два месяца, это прогноз с горизонтом где-то полгода. Может быть там год, ну, скорее где-то полгода плюс-минус, и мы с вами уже зимой посмотрим, смогут ли акции норильского никеля вот так планово отыграть свое текущее падение и вернуться на хорошие цены к зиме. Надеюсь, это видео было для вас интересным и полезным, лайк, подписывайтесь, комментарий, колокольчик, всячески приветствуются, желаю вам успешных инвестиций. Спасибо.